Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». К нам поступил вопрос от слушателей, а как вообще по-православному помянуть наших усопших? На третий, на сороковой, на девятый день, в год, в годину? Так обычно называется этот день. Что нужно делать, что не нужно делать? Часто люди задаются этим вопросом. Это, наверное, один из самых часто встречающихся вопросов в пастырской практике, потому что смерть человека, близкого человека, зачастую ведет человека именно в храм. Потому что другой связи со своим усопшим человек не видит, а ему очень хочется эту связь наладить, как-то помочь усопшему. Здесь стоит обратить внимание, что со смертью связано много суеверий, на которые православному христианину лучше не обращать свое внимание и, соответственно, не действовать, не играть в эту игру и не действовать по данным суеверным правилам. Давайте с вами попробуем разобраться, что же здесь так и что не так. Итак, само поминание усопшего за столом связано с практикой на корми голодного. Когда умирает наш усопший, очень важно накормить тех людей, кто в этом реально нуждается. Далее, очень важным элементом поминок является, к сожалению, сегодня это употребление алкогольных напитков. Праведный Иоанн Кронштадтский говорил следующее. «Кто усопших водкой поминает, тот им больших мучений доставляет». Эти слова праведного Иоанна Кронштадтского вызваны были, конечно же, той ситуацией, которую он видел практически во всех, ну, точнее, в очень многих своих прихожанах, в очень многое своей пастве. Это зависимость от алкоголя. И более того, плоды употребления алкогольных напитков на таких мероприятиях, когда из-за упокойных размышлений мы переносимся в заздравные, во всякие непотребства, танцы и прочее, что явно не соответствует духу этого мероприятия. Алкогольные напитки лучше использовать как радость, в радостные события, когда, например, свадьба или день рождения, или именины чьи-то празднуются. Да, тогда можно. Опять же, не в больших количествах, ибо апостол Павел говорит, «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Не упиваться вином — это действительно важно. Суть не в том, что мы выпили или не выпили, а суть в том, в какое состояние мы пришли. Для нашей культуры очень важно вспомнить это и попробовать возродить ту культуру духовного и молитвенного поминания наших усопших. Обязательно, чтобы привлекать на эти поминки или раздавать подаяние, обильную милостыню тем людям, которые в этом особенно нуждаются. Следующее, на что стоит обратить внимание. Часто люди связывают те или иные блюда с поминанием усопшего. Например, на отпевание приносят какие-нибудь конфеты, дрожжи, рис и так далее и тому подобное. Святитель Афанасий Сахаров в своем труде поминания усопших по уставу православной церкви говорит о том, что настоящее колево, приносимое в память усопшего православного человека, должно быть из пшеницы. Если мы следуем вот этой восточной традиции церковной, никак не из риса, потому что все-таки мы восприняли византийскую культуру, а не китайскую культуру. Пшеница отсылает носки евангельской истории, что зерно, пока не упадет в землю и не умрет, не принесет плода. Это должно напомнить нам о том, что да, мы все умираем, но на этом жизнь наша не заканчивается. И из маленького зернышка, чем является наша плоть, наша жизнь здесь, мы можем произрасти в большое растение, принести большие плоды и быть действительно очень, раскрыть свою жизнь совершенно в ином масштабе, в ином понятии времени, в иной сущности, в нашем состоянии, в Боге. Далее. Часто поминки связаны, как уже было сказано, с определенным приготовлением блюд. Не обращайте на это внимания, прошу вас. Потому что никоим образом рецепты ваших блюд для стола с поминками не связаны с духовной практикой. Это чисто определенная культура определенного народа. Кто-то будет делать так, кто-то иначе. Далее. Часто, когда человека хоронят, ему в гроб кладут много всего разного. У меня был опыт служения на кладбище, и я видел иногда весьма комичные, в некомичной ситуации случаи, когда усопшему клали бритвы, сигареты, когда усопшему в гроб клали всякие бутылки со спиртными напитками, зубные щетки, пасту и так далее и тому подобное. Конечно, в гробу человеку это совершенно не нужно. Мы же прекрасно понимаем, что наш родственник, воскреснув из мертвых, в последний день не увидит этого, и оно ему будет явно не нужно. А на следующее утро он тоже явно не проснется. Более того, не нужно носить на кладбище какие-нибудь еду для усопшего на следующее утро, или оставлять эту еду. Потому что люди боятся есть на кладбище. Этот страх связан с нашим внутренним человеческим страхом перед смертью. И поэтому лучше раздать эти продукты, какой-то, может быть, если вы приготовили еду, раздать бедным, которые действительно это съедят. Мы с вами на кладбище приносим всякие конфеты и оставляем их на надгробье, или яйца и так далее и тому подобное. Но мы же с вами действительно не язычники. Зачем нам приносить еду на кладбище? Кого мы кормим? Духов каких-то? Нет, конечно. Здесь стоит опять ответить, вернуться к тому же самой добродетели. Накорми того, кто в этом реально нуждается. Далее, святитель Афанасий Сахаров обращал внимание на то, что мы любим строить какие-то помпезные и большие надгробья, тратить на это какие-то невероятные суммы денег. Особенно это касается того периода служения святителя Афанасия Сахарова, дореволюционного периода. Так вот, святитель Афанасий обращает внимание, что христианин лучше принести эту милостыню, опять же, нуждающимся людям. Можно построить храм, можно построить часовню, если человек этого хочет. И в этом храме всегда будет приноситься молитва за этого человека. Радость неимущего, который получил такое, какое-то подаяние от вас, будет в вечности помогать нашему усопшему, как и молитва церкви, как и молитва его близких и так далее и тому подобное. Более того, часто люди боятся раздавать вещи усопшего до сорокового дня. Дорогие друзья, история наша гласит нам о том, что человек, умерший, к жизни больше, как правило, не возвращается. Тем паче, что если вы его уже похоронили. А время вот этого сорокодневия, как раз-таки время особенных переживаний о вашем ближнем, особенных чувств, которые ваше сердце теребят. Поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы раздать эти вещи ближним, раздать эти вещи его знакомым, которые бы напоминали об усопшем и заставляли человека помолиться о нем. А также людям, опять же, нуждающимся. Раздавайте это с самого первого времени. Дабы и вас не мучило состояние какого-то грусти или отчаяния, апатии, которая часто сопровождает людей при потере близких. И последнее, на что стоит обратить внимание, но, наверное, самое важное. Когда умирают наши близкие, мы чаще всего думаем о том, что же мы не доделали для них. Как мы когда-то не улыбнулись, когда-то накричали, когда-то не покормили, когда-то не пригласили в гости, давно не звонили и так далее и тому подобное. Каждый найдет то, чем он оскорбил своего близкого и начинает корить себя, есть себя. Нельзя этого делать. В момент отпевания мы с вами подходим к усопшему и даем ему последнее целование, то есть в последний раз приветствуем его. Понятно, что тело уже лишено души. И это чинопоследование последнего целования усопшего позволяет нам с вами попросить у него прощения и, соответственно, простить его, оставить все его неровности характера, неприятности. Ведь человек усопший зачастую тоже не святой, и конфликты были не просто на ровном месте. Здесь очень важно вспомнить одну из античных пословиц об усопшем либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Вот эта правда позволяет нам вспомнить, например, человек нас обидел. Не нужно это зарывать в землю. Нужно вспомнить об этом и сказать, Господь, прошу Тебя, не накажи его за это, за тот случай. Прости меня, я был не сдержан. Это будет честно, это будет правдиво, и тогда наша молитва станет, может быть, чуточку интереснее нам. Храни вас Господь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok